Итак, ребята, далее с вами Валерий Бовсуновский, мы будем писать с вами лайки. Для новых, кто начал с этого видео, это обзор, во-первых, spb-tube.ru и курс Джанго. Смотрите очень много уроков, начинаете сначала, самое главное. На Ютубе есть часть уроков, которые можно посмотреть бесплатно. В Джанго 4 пишем сайт с нуля, либо если позже, смотрите здесь, где-то ищите. Первое видео, какой сайт пишем. В данном случае мы с вами как раз будем писать сайт, то есть нам надо написать лайки, как ВКонтакте. Иными словами, что у нас должно происходить? У нас должно ставиться лайки, показываться количество. Это тоже можно было написать, но сейчас я это не буду усложнять. Я уже это сделал. То есть количество и лайк. И должны, возможно, снять. При этом, как мы видим, перезагрузка страницы не происходит. То есть используем АЯКС. На что надо обратить внимание? Код мы с вами напишем. Здесь проблем нету. Это строчка за строчкой. Но хотел бы обратить внимание. Сейчас и потом напомню. Ну и сейчас напомню. Можно для проверки, когда будем писать, я покажу. Ну просто открываем инструмент разработчика. Но на самом деле не обязательно ими и пользоваться, да? Если там в CSS не работаем. Почему? Потому что, да, вот смотрим. Вот добавляются, да? То есть идёт событие. Но также в консоли все события тоже идут. То есть когда мы смотрим. Сюда вот консоль. То тоже идут все события. И на что нам надо обращать внимание? На код 200. Давайте попробуем сейчас прямо изменить вот здесь ключевое слово вместо фалс на фасл. Просто обычная может быть опечатка, да? Случайность. При этом обратите внимание, сервер сам по себе отработал. То есть оно терпимо, так как не работает. Но когда мы пробуем нажать на лайк проверить, тут то понятно. В браузер инструментах сразу мы видим сервер упал, да? То есть не наш сервер. Сервер то работает, так как это JavaScript, то он просто пишет, что сервер не работает. Ошибка 500. Но это же исключение, как мы видим, и здесь есть. Я сразу вам говорю, для чего. Смотрите, здесь вы ничего не увидите толком, да? Здесь будет писать со стороны Джекери, то есть ерунду разную. А вот здесь, в среде всегда, мы увидим реальную ошибку. То есть в данном случае name error со стороны Python, то есть конкретная ошибка, да? Name false is not definite. Фасл, то есть. Попробуйте так поделать. Почему? Потому что, как я сказал, написать мы напишем, но локализацию ошибки, исключение, надо постоянно учиться определять, сразу, да? На ходу. Сервер перезагрузился, код 200, то есть соединение, все окей. Ну, в предыдущих видео я рассказывал сам принцип, он ничем не отличается, поэтому уже будем писать построчно, тогда еще раз повторим. Ну, все. Вот то, что я хотел сказать, показать, да? То есть сложного здесь ничего нет. Вот так вот.